Высказывайте своё мнение, участвуйте в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены истине. Если мы трогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 АМ. Будь в центре событий. Ну вот, дорогие мои друзья, уважаемые дамы и господа. В эфире наше неполиткорректное ток-шоу, которое создал в своё время Сергей Зацепин. И которое, я надеюсь, вам всем не только нравится, но и помогает мыслить, думать, узнавать, познавать. Поэтому я очень рад, что это шоу действительно существует. Я, его ведущий, Анатолий Червец. Ну и, конечно же, участники все вы, которые наберёте номер телефона 847-400-5200. И примите участие в этом шоу. Нас вы можете видеть на нашей веб-страничке radio-nvc.com, либо на страничке Facebook RadioNVC, ну и, конечно же, на нашем YouTube-канале RadioNVC. И, как всегда, напоминание, когда заходите на наш канал в YouTube, видите такое словечко subscribe, подписаться или регистрация, пожалуйста, нажмите эту кнопку и станете полноправными участниками нашего YouTube-канала. А там же на YouTube-канале вы можете писать ваши комментарии, какие-то, я не знаю, соображения, мысли и так далее. Ну, а с вопросами или с высказанием мыслей, пожалуйста, 847-400-5200. Так, теперь следующим номером нашей программы не могу не похвастаться и, конечно же, поздравить своих деток, моего сына и его жену, нашу дочу, с днем рождения нашей второй внученьки. Это произошло вчера, поэтому поздравляю всю свою семью, всех наших друзей, всех благожелателей с этим сумасшедшим событием. Оно дало нам немножко подумать в том смысле, что пришлось не поспать немножко, но тем не менее. Итак, радостная новость. Всех заранее благодарю за поздравления. Просто хотел поделиться с вами своей радостью, но, честно, не хочу терять наше драгоценное эфирное время на принятие этих поздравлений, поэтому всем огромное спасибо. Знаю, что вы все доброжелательны, вы все, ну, я не знаю людей, которые не любят детей, поэтому всегда рады появлению нового человечка на этот свет, как и все мы, и так, с этим мы объявлением поокончили. Теперь второе объявление, которое также очень важно, это я хочу сегодня, вот сразу после передачи Элеоноры Гройсман о Израиле, я с огромным удовольствием, с огромной радостью хочу поздравить всех наших радиослушателей в Израиле с этими двумя, конечно же, сумасшедшими шеддатами. Это День независимости Израиля. И с годовщиной переноса нашего посольства, нашего, в смысле, Соединенных Штатов Америки, в столицу Израиля, города Иерусалим, тем самым признавая то, что это является, действительно, Иерусалим является столицей еврейского государства Израиль. Поэтому, дорогие мои друзья, все израильтяне и, конечно же, все те, которые переживают, болеют за Израиль, радуются вместе с Израилем, ну и иногда приходится попечалиться вместе с Израилем, но, тем не менее, всем вам, всех вас, вернее, я поздравляю с этим замечательным днем, и, дай Бог, все оставшиеся страны последуют нашему примеру и все-таки признают город Иерусалим столицей еврейского государства Израиль. Итак, Ам Исраил Хай. Принимаем звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий, рад видеть. Искренние поздравления. Спасибо. Нам, дедушка. Спасибо. Да. Спасибо. Конечно, дети хорошо, но внуки это еще лучше. Да. Знаете, как говорят родители, балуйте, вернее, бабушки, дедушки, балуйте ваших внуков, они отомстят вашим детям. Да, это точно. Ну, вот-вот. На этот счет есть даже у Губермана. Гарик по поводу. Да, по этому поводу. Да, да. Это верно. Да. Ну, и, конечно, Анатолий, какие там, на твой взгляд, последние интересные события в Палате представителей в Сенате? О-о-о. Пладкий Трамп согласился свидетельствовать. Да, да, обязательно. Что там последнее? Сейчас все это скажу. Спасибо вам огромное и за поздравления, и за звонок. Ну, дорогие друзья, что я могу сказать? Конечно, то, что сейчас происходит и в Палате представителей, и в Сенате это вообще просто... Вы знаете, я каждый день просто не перестаю удивляться тому, насколько, ну, абсолютно как-то безбашенно себя ведут наши, в кавычках, друзья-демократы. Вы знаете, по этому поводу есть такая, ну, хорошая шутка, в каждой шутке есть доля шутки, где, в чем разница между оптимистом и пессимистом? Пессимист говорит, ну, хуже уже быть не может. А оптимист на это отвечает. Может, может. Поэтому, вот каждый день я лишний раз удивляюсь тому, что, на что способны члены демократической партии и некоторые члены даже нашей республиканской партии. Теперь, вся эта лирика-пирика в сторону, теперь давайте переходить к фактам. Во-первых, факт номер один. Да, действительно, Дональд Трамп, Дональд Трамп Джуниор, на секундочку забыл его designation. Да, он вроде бы, ну, вместе со своими адвокатами согласился все-таки на встречу с представителями, вернее, с членами палаты представителей. Ну, и тут есть некоторые мысли и комментарии. Я выскажу мысль не свою, а мысль председателя комитета по юрисдикции Линдзи Грэм. Он сказал абсолютно правильно. Он адвокатам сына Трампа посоветовал бы ни в коем случае не приходить на эту встречу. Объясняю, почему. Ну, кроме того, что сын Трампа уже давал более 27 часов показаний, то есть все, что они могли спросить, причем вы понимаете, да, что когда происходили вот эти слушания, это еще было то время, где рапорт Малера еще не вышел. То есть они все считали, что вот они смогут доказать коллужин с Россией не только со стороны Трампа, но и со стороны его детей, со стороны его помощников и так далее. То есть вы можете себе представить на секундочку, через какие вопросы, через какую мясорубку был пропущен сын Трампа во время первых слушаний, вот эти 27 часов слушаний, да, с каким пристрастием его допрашивали, я имею в виду, ну, естественно, в пределах цивилизованности, то есть без пыток, конечно, но вы можете себе представить, через что он прошел, особенно те, которые следили за слушаниями утверждения судей Кевина, вы понимаете прекрасно, на что способны демократы, то есть каким пристрастием они могут допросить человека. Так вот, после всего этого, после всех вопросов, ответов на вопросы, которые ему задавали в прошлом, это абсолютный абсурд, вызывать его опять на допрос, что вы собираетесь у него, то есть какие вы получили новые сведения, какие вы получили новые доказательства, чтобы опять его вызвать на такого рода допрос, и опять пропустить его через эту мясорубку. Так вот, Линдзи Грэм, я с ним абсолютно согласен, на все 300%, он абсолютно правильно сказал, что Дональд Трамп, вообще-то, не должен ни в коем случае появляться на этих слушаниях. Теперь, были поставлены условия адвокатами сына Трампа по поводу формата этих слушаний. Там были установлены определенные временные рамки, то есть эти слушания не могут опять продолжаться 27, 30, 50 часов. Там поставлено четко ограничение на время допроса, это раз, и второе, там обусловлен очень и очень узкий круг вопросов, которые они могут задавать сыну Трампа. То есть, они не могут от вольного просто так придумывать какие-то вопросы абсолютно непонятно откуда взявшиеся. Ну, будем говорить так, хорошо, адвокаты вроде бы сделали свою работу и, по крайней мере, выбили тот формат, который благоприятен, ну, так сказать, для сына Трампа. Но вот именно то, что сказал Лэнзи Грэм, он сказал абсолютно правильно, абсолютно ни к чему подвергать сына Трампа опять вот этим пыткам, которые по-любому ни к чему не приведут. Это, вы понимаете, да, то есть вы все, я надеюсь, вы все слышали 1 мая выступление нашего генерального прокурора Уильяма Барр, и с одной стороны, вроде бы, слушания специально назначаются именно для того, чтобы выяснить ответы на кое-какие вопросы. Давайте, примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Анатолий, добрый день. Добрый день. По поводу сына, я не очень понимаю, зачем он согласился прийти, на каком основании вообще его вызывают, что адвокаты, неужели адвокаты не могли это отпить, то это же полный произвол. Это абсолютнейший произвол, я с вами согласен. Адвокат, неужели адвокат не могли отпить, мало ли кому, какая шия там посла под хвост. Вы понимаете, там происходит такая ситуация. То есть, почему адвокаты, я понимаю, почему они согласились, но я с вами согласен, сделали они это абсолютно зря. потому что вы понимаете, что сын Трампа это не президент, он не официальный. Это мне все понятно. Я говорю, на каком основании его вызывают, почему они согласились, чтобы он пришел. Вот это. Ну, я понимаю, спасибо большое. Послушайте, дайте мне возможность вам ответить. Почему, на каком основании они его пригласили, они считают, что у них есть еще вопросы, которые они не смогли задать в первые 27 часов. Это ответить на ваш вопрос, на каком основании. Правильно это или нет, мы сейчас это, мы можем обсуждать, но это не важно. Я вам просто отвечаю на ваш вопрос. Теперь, почему адвокаты на это согласились, я могу, с одной стороны, это понять. Потому что, так как сын Трампа не является официальным лицом, все равно существует такое понятие, как contempt of court. И это понятие, несмотря на то, что еще ни разу никто не подвергался тюремному заключению, находясь в contempt of court, это все-таки реально существует. И что они хотели избежать, они просто боялись, что если они нарушат вот эту сапину, повестку, и не придут в суд, что вот этот, не в суд, прошу прощения, не в суд, а на слушание вот этих, ну, полных маразматов. Если они не придут на слушание, то вот эти маразматы быстренько проголосуют за то, чтобы задержать его in contempt of court, in contempt of congress, и абсолютная возможность его заключения под стражу. этого никто не хочет видеть. Теперь, они не могут это сделать с таким человеком, как генеральный прокурор, по двум причинам. Во-первых, потому что все-таки генеральный прокурор это официальное лицо, это на секундочку генеральный прокурор Соединенных Штатов, это раз. Во-вторых, у них действительно та причина, по которой они его, как бы, объявили ему контент of court, это была абсолютно высосанная из пальца причина, на которую никто не обращал внимания. То тут, так как сын Трампа не является официальным лицом, всегда есть вот этот дамоклов меч, всегда есть вот эта возможность, где если ему объявят контент, они могут просто вот, ну, не ради спортивного интереса, а чисто для того, чтобы насолить Трампу, потому что они по-другому не могут с ним никак справиться, я имею в виду с Трампом. Они могут сделать так, что этого сына, допустим, возьмут под стражу на двое суток, например, да, или там на сутки, но это уже будет, как говорится, реальным сроком заключения, не важно, что это всего сутки или там менее, понимаете? Поэтому адвокаты сына Трампа пытаются избежать вот этого, поэтому они прибегли к этой тактике, где они ограничили, сузили круг вопросов и сузили время вот этих слушаний. Это, наверное, единственное, что они могли сделать во избежание всех остальных неприятностей. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Алло, говорите, пожалуйста. Добрый день, это не палата представителей, его же вызвал республиканец в сенат. В сенат, да, да, я понимаю, этот республиканец Ричард Берр, да, вы понимаете, что этот республиканец, он такой же республиканец, как я и вы нацистов-фашистов, понимаете? Вот такой он республиканец. Есть такое понятие райно, републикан ин нейм онлый. Поэтому не обращайте внимания на то, что его вызвали республиканцы, его вызвал председатель комитета, который является ничем инем, как Невер Трампер, это раз, и во-вторых, вот такого же типа, как, допустим, Джефф Флейк, который тоже бы вроде бы республиканец от штата Аризона в свое время, который близко не подходил к понятию республиканец. Поэтому я прошу прощения, да, это не палата представителей, представители, это сенат. Спасибо большое. Но он абсолютно никакой, он не республиканец, он просто негодяй, который пытается всеми способами насолить президенту и всеми способами, точно так же, как и демократы, точно так же, как и Джефф Флейк в свое время играть на дудке демократов. Так вот, поэтому вот это все происходит. Почему Линдзи Грэм в принципе он даже посоветовал сыну Трампа открыто, вы же, мы еще не закончили вот со всеми этими делами, он открыто посоветовал адвокатам сына Трампа взять пятую поправку или объявить пятую поправку, то есть не давать показания. И когда он это сказал, уже выступили демократы, которые хотят, чтобы Линдзи Грэм, который является председателем юридического комитета в Сенате, они уже выступили с тем, что он сказав вот это, он должен уйти со своего поста и вообще, то есть чуть ли не быть четвертован, хотя он абсолютно правильно сказал, он сказал, пожалуйста, они хотят, чтобы вы пришли, приходите, садитесь и на каждый вопрос отвечаете, я выбираю пятую поправку, все, понимаете, но вот именно за это такой человек, как Линдзи Грэм, уже должен по их понятиям уйти в отставку, то есть, когда такая представитель, вернее, член палаты представителей, как Ильхан Омар абсолютно со своими противоеврейскими, противоизраильскими взглядами, я не хочу использовать другое слово, потому что нам не позволят тогда эту программу пустить в эфир, так вот, вы все прекрасно понимаете, с какими взглядами и чем собой себя представляет вот это Ильхан Омар, так вот, ей нужно было уйти в отставку, но она не ушла, Рашида Таиб в отставку не ушла, а вот Линдзи Грэм, человек, который борется за конституцию, за, действительно, за права человека в этой стране, вот он по их понятиям должен уйти в отставку, вот с чем мы сегодня имеем дело, добрый день, вы в эфире, алло, здравствуйте, здравствуйте, меня в последнее время настораживает некоторая разногласия между Трампом и его помощником Болтоном, вот, в иранском, в иранской проблеме решения и в других проблемах, скажите, это, как-то, приведет ли это к расколу между ними или же... Ну, вы знаете, да, спасибо большое за вопрос, я не думаю, что это приведет к расколу, но, почему, что, как я вижу вот эти разногласия, значит, Джан Болтон, мы все, ну, по крайней мере, те, которые следят за политикой, мы все знаем, что этот человек, он очень и очень и очень консервативных взглядов, но тем, но больше, чем это, это человек жестких мер решения вопроса, жестких, он в свое время очень жестко выступал против России, он очень жестко выступал против Ирака, ну, и так далее, против, то есть, против наших отношений в Сирии, это человек, который, он действительно, он очень и очень жесткий человек, я не могу сказать, что он не объективный, он просто, у него свои методы решения вопроса, он считает, что весь, все вопросы должны быть решены с позиции силы, разница между его взглядами и взглядами, допустим, как бывшего нашего очень уважаемого президента, ныне покойного Рональда Рейгена, состоит в том, что Рейген говорил, что нужно разговаривать с людьми с позиции силы, а вот, Джан Болтон, он считает, что нужно решать все вопросы с позиции силы, понимаете, теперь, Дональд Трамп, что бы о нем ни говорили и как бы к нему ни относились, это, опять же, это человек, это бизнесмен, который привык всю свою жизнь заниматься переговорами, понимаете, и он верит, во-первых, в свою интуицию, в свою мудрость, именно там, где касается переговоров, и в психологию переговоров, поэтому Дональд Трамп, он не настолько воинственный, как Джан Болтон, теперь, учитывая то, что Джан Болтон все-таки не президент Соединенных Штатов, Дональд Трамп сможет его, я, по крайней мере, на это надеюсь, и, ну, честно, больше, чем уверен, он сможет сдержать пыл Джана Болтона, ну, а там, посмотрим, как все это обернется, но, я не думаю, что там будет действительно раскол, потому что сегодня Джан Болтон, он очень важен и для Трампа, и для Соединенных Штатов, кто-то должен быть из такой позиции, в принципе, на это смотреть, но при этом все-таки, будучи только советником по национальной безопасности, а не командующим армией, или военно-служащим, он должен будет прислушиваться к мнению президента и к мнению начальников штабов. Добрый день, вы в эфире. Я хочу сказать, что по поводу то, о чем вы сейчас говорили, сейчас чисто прагматически Трампу совершенно нужно ввязываться в войну с Тараном. Согласен. Согласен. Чисто прагматически, сейчас не то время. Я с вами согласен, но видите, тут нужно смотреть на то, ввязывается ли Трамп в войну, или укрепляет свои позиции для того, чтобы избежать войны. Иран сейчас со всеми своими сателлитами могут провокационно ударить. Это очень опасно. Это очень опасная вещь, поэтому мне кажется, что Трамп вместе с нашим генеральным штабом и предпринимает все вот эти поступки для того, чтобы все-таки как-то предотвратить любые даже помыслы Ирана. Почему? Потому что вы понимаете, что если Иран действительно совершит какое-то нападение, у нас будут все карты в руках для того, чтобы нанести ответ. Но развязать полномасштабно это сейчас очень невыгодно. Я не думаю, что там до этого дойдет, потому что поверьте мне, если бы они хотели на это рискнуть, они бы уже давно запустили пару ICBMs и на этом бы закончился разговор. А что касается детей Трампа, я наверняка уверен, папа, зачем тебе все это надо? Это я не его сын, но я тоже спрашиваю эти вопросы. Так что я тоже не понимаю, зачем. Ну, знаете, наверное, на старости лет надо прописать курс аминозина. Не-не-не, ребята, Нарлера нужно гнать поганой метрой. Ну, я говорю, прописать надо курс аминозина, чтобы его наше поспокойнее было. Ну, да, то есть вообще не переставая подавать вот этот аминозин. Его надо регулярно вкалывать. Да, да-да-да. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вот с Ираном, вам не кажется, что неплохая бы была идейка, как Израиль в свое время раздолбал иранский реактор и на этом кончило? Это была бы замечательная идея. Проблема вся в том, что мы имеем дело не только с Ираном. Иран, это не Ирак. Иран, во-первых, это достаточно воинственная страна, во-вторых, проблема в том, почему вы думаете, Помпео полетел к Путину? Что, от того, что он его очень любит? Я думаю, что из-за Венесуэла. Не, 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 даже не пытайтесь. Он полетел к Путину, потому что он понимает, что только договорившись с Путиным о невмешательстве в иранский конфликт, мы можем абсолютно четко быть уверенными в том, что если даже нам придется что-то сделать, мы не начнем Третью мировую войну. Венесуэла – это семечки по сравнению с тем, что сейчас назревает на Ближнем Востоке, вот в районе залива. Поэтому он, поэтому Помпео полетел к Путину, именно для того, чтобы с ним договориться о том, что, ребята, если что-то произойдет, мы должны знать четко, что вы не вмешаетесь, потому что тогда это Третья мировая война. Спасибо большое. Дорогие друзья, давайте я приму этот звонок, и мы идем на рекламу. Слушаю вас. Насколько я помню, Силори Торьков был спятой поправкой на всю катушку, что-то никто ее не осуждал. Да, да, абсолютно, вы абсолютно правы и хорошо, вы вовремя это вспомнили. Спасибо большое. Дорогие друзья, давайте мы сейчас прервемся, послушаем несколько рекламных сообщений, и вернемся и обсудим дальнейшую ситуацию. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо за то, что остаетесь с нами, за то, что слушаете нас. Конечно же, спасибо за ваше участие в нашей передаче. Номер телефона в студии 847-400-5200. В эфире неполиткорректное шоу Сергея Зацепина. Анатолий Червец у микрофона. Ну и давайте продолжим рассуждение по поводу того, что же все-таки происходит и почему настолько активизировались все вот эти комитетчики, сенатчики, представительщики и так далее. Ну, вы знаете прекрасно, что сейчас происходит, уже началось очень и очень серьезное расследование, которое начал наш генеральный прокурор Уильям Барр. И вы понимаете, сейчас идет своего рода гонка. Вот самая настоящая гонка. Ну, будем говорить так, вот представьте себе, люди бегут с двух противоположных концов, допустим, веревки, да, к середине. И вот кто первый добежит до вот этой середины веревки, то есть кто первый перехватит инициативу. И именно в связи с этим, конечно же, демократ, прошу прощения, демократам, не остается ничего более, чем еще сильнее, еще интенсивней бросать камни в огород Трампа, в огород его семьи, его окружения, его администрации и так далее. Поэтому, конечно же, они, то есть у нас фактически есть три комитета в Конгрессе или, прошу прощения, в Палате представителей и возглавляют эти комитеты три не очень хороших, не очень порядочных и не очень честных человека, это Джерри Недлер, это Эдам Шеф и это Джулиус Каммингс. Это комитеты, один комитет юридический, один комитет по разведке и третий комитет, комитет по надзору. Так вот, они втроем силами всех своих этих трех комитетов пытаются как можно больше нанести ущерб не только репутации Трампа, но и администрации и всем приближенным к Трампу. Так вот, вся проблема в том, что, вот смотрите, вы сами послушайте, например, чем сегодня занимается вот этот Эдам Шеф. Человек, который, я уже не говорю про то, что он полностью, то есть, он опустился не то, что ниже Плинтуса, по-моему, его даже из преисподней выгнали. Почему? Потому что человек, который, вот, вот все, что он говорит, ни одного, не то, что слова, ни одной буквы правды. Так вот, он до сих пор, до сих пор, если раньше он нас всех пытался уверить в том, что у него есть доказательства сговора Трампа с Россией, вот он знал, что у него есть доказательства, просто это просто вопрос времени, он выжидает удобный случай, чтобы это все выдать, как говорится, на гора. После того, как мы получили рапорт Мауэра, и шеф не мог дальше продолжать уже вот эту явную наглую ложь, он быстренько переключился на препятствие, на тему препятствия самосудия, правосудию. И теперь, что получается, что вот, что бы ему ни говорили, вот Трамп препятствовал правосудию, и за это его нужно импить. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. А вот по поводу действий демократов, Анатолий, пожалуйста, такой вопрос. Вот Белый дом осуществляет внешнюю политику страны, в то же время Керри, Джон Керри, как частное лицо, едет, встречается с верховными людьми из Ирана, и дезавуирует как бы все внешнеполитические шаги Белого дома. Это как вообще-то? Государственное преступление или как? Ну, вообще-то в нормальных кругах это бы считалось изменой Родины. Вообще-то. Но, так как мы, во-первых, не в нормальных кругах, как-то никто на это особого внимания не обращает, но самое страшное не это. Самое страшное то, спасибо большое. Самое страшное то, что вот те деньги, которые были отправлены в Иран, то есть, вы понимаете, насколько, я даже не могу вам честно объяснить свое отношение вот к этой сделке. Хотя нам тут один позвонил, да, и сказал, что вот мы вышли из договора с Ираном. Я даже не хочу этой темой касаться, потому что это абсолютная галиматья, но вот вы себе представляете, вот насколько нужно ненавидеть свою страну, насколько нужно презирать народ своей страны, армию своей страны, людей, которые жертвуют своими жизнями, в своей стране для того, чтобы взять такую сумму денег и отдать ее стране, которая, ну, не побоюсь этого выражения, просто продолжает шагать тропой войны против Америки. То есть, вот вы себе представляете, на секундочку, я понимаю, что вы все взрослые люди, вы все имеете абсолютно адекватное мышление и мнение. Ну, вот вы себе представляете, вот, допустим, во время войны с фашистской Германией, чтобы Сталин, допустим, вот даже кто бы он ни был, кем бы он ни был, чем бы он ни был, допустим, взял, ну, не скажу много, но четверть золотого запаса своей страны и передал их во владение Гитлера и его страны. То есть, казалось бы, да, вот нормальный человек бы мне сказал, ты что, с ума сошел, о чем ты вообще говоришь, какой, какие, как это, что ты что-то отдал бы деньги. Дорогие друзья, но это произошло, ведь это произошло, просто взяли и отдали деньги стране ни за что, понимаете, вот тот договор, про который нам тут пытался рассказать один из наших радиослушателей, к счастью, не зная его имени, но тем не менее, который говорил, ну, мы же вышли из договора, и вот наши союзники, вот, какие союзники, какой договор, мы объявили санкции стране, которая ждет и не может дождаться нашей смерти. Выйдя из договора, как так называемого, договора не было, в том-то и дело, был бы договор, это было бы, может быть, какой-то полбеды, потому что все-таки можно было бы сказать тогда, что, ну, вот видите, Обама прошел все ступени закона, он провел предложение или предложение о законодательстве, он провел через Палату представителей, она была принята в Сенате, потом ее ратифицировал совместный Сенат с Палатой, потом она попала на стол президента, президент утвердил этот закон, и вот тогда мы бы могли говорить, ну, вот видите, у нас был договор, договора не было, просто было сказано, так, таким образным порядком, было сказано Ирану, ребят, ну, вы хоть совесть поимейте, да мы вам отдадим ваши деньги, но вы пообещайте больше этого не делай, все, вот это был договор, понимаете, и вот взять, отдать деньги стране, которые, а ведь эти деньги были задержаны у Ирана, да, это были деньги Ирана, я не спорю, это не были наши деньги, но это были деньги, на которые были наложены санкции за то, чем занимался Иран, понимаете, вот вдумайтесь в это, мы у них не украли эти деньги, мы их не украли, потому что в Америке не хватало денежных средств, это были абсолютно нормальные политические санкции, которые были наложены на страну агрессора, и эти деньги были отданы обратно этой стране вообще ни за что, понимаете, Добрый день, вы в эфире. Ну, я хочу еще раз сказать, то, что вы говорите, все это правильно, по-нашему это называется враг народа. Да? Да? Просто-напросто? Да? Абсолютно. Просто-напросто, вот этот кенийский узурпатор, понимаете, он и есть враг народа. Он чисто, то есть, ну, да, вы мне пообъясните такую вещь, насколько нужно ненавидеть свои, я уже не говорю страну, потому что это все-таки абстракция. Ну, просто здесь была совершенно четкая цель перекроить страну по-другому. Совершенно по-другому. Вы понимаете, да ладно, да пусть он бы краил, пусть он бы своих детей краил, понимаете, но у нас... А кто об этом думает, когда в руководстве? Так вот я об этом и говорю. о схеме идей больше ничего. Вот я об этом и говорю, что наши пацаны, которые идут в армию добровольцами, просто добровольцами, ставить жизни этих пацанов под угрозу, насколько нужно ненавидеть народ, насколько нужно... То есть, вот то, о чем я говорю. И поэтому меня бесит абсолютно, когда кто-то мне пытается сказать, ну, у нас же был с ними договор. Ну, дебил. Какой договор? Ну, вот и я о том же. Спасибо. Подождали. Добрый день, пожалуйста. О вас. Ну, во-первых, Анатолий, спасибо за передачу, очень интересно. То, что Обама был врагом народа, врагом Америки, об этом даже говорить не стоит, это и так ясно. А вы знаете, я что думаю по этому поводу? Что в то время Сенат и Конгресс принадлежали республиканам. И они что-то пытались брыкаться. Но на самом деле, если бы они взялись за него, точно так же, как сейчас Сенат и Конгресс взялся за Трампа, ничего бы он не сделал. Но они тогда, поджав хвосты, боясь от того, что их обвинят в российском, сидели и хавали, как это говорится, как это говорится на Украине. Абсолютно. Еще почему? То, что там в расизме бы их обвинили, это уже такое дело. Но, к сожалению, наши республиканцы, и я называю это нашими, потому что они действительно это наши соотечественники. Это люди, которые, в принципе, со мной вроде бы одних взглядов. Потому что я себя, спасибо большое, тоже считаю республиканцем. Но это люди, которые вот когда-то в России их бы называли чисто плюй. Понимаете, это люди, которые пытаются все сделать в белых перчатках. Не дай бог на нас подумают, не дай бог нас назовут, не дай бог нас это, это. И из-за этого ведь их избирает народ для того, чтобы они решали наши проблемы. Их же не избирают просто так сказали, слушай, Вась, знаешь что, мне кажется, тебе пора немножко посидеть в Вашингтоне. Вот тебе мои деньги, вот тебе мой голос. Поезжай, посмотрим, может, что-нибудь добьемся. Понимаешь? Понимаете? Поэтому это люди, которые представляют нас. Вы вдумайтесь в слова Палата представителей. Представителей кого-чего. Ведь это Палата представителей наших. Представителей наших интересов. И эти интересы нужно представлять, по моему мнению, так, чтобы решать наши проблемы. А сидя в кабинетах и в белых перчатках пытаться не дай бог тебя назовут расистом, не дай бог тебя назовут. Нельзя это делать. Мы имеем дело с людьми, которых меньше всего волнует честь, достоинство, правда, порядочность. Их это вообще не волнует. Вот они идут четко к своей цели. Причем все средства хороши, цель оправдывает средства. Понимаете? Это я говорю про демократов. А вот республиканцы мы хотим быть хорошими, мы хотим быть порядочными, мы хоть не дай бог нас там уличат в чем-нибудь. Вот это именно то, почему произошел Обама, это именно то, почему Иран получил то, что он получил, это именно то, почему Обама поехал в первый свой президентский турне по миру, извиняясь за нашу страну. За что? Добрый день, вы в эфире. Анатолий, я не могу с вами согласиться с этим. Они не чисто плюют. Просто эти так называемые республиканцы, они в свою рубашку дедактировали, они решали свои вопросы и держали за свое кресло. Не дай бог, надо сказать, пуск разница на них из-под них. Поэтому я не могу с этим согласиться. Потому что республиканцы в настоящем там раз-два и общел согласен спасибо и просто очень мало времени остается я вам скажу то есть вы конечно же вы правы я с вами даже не спорю почему я сказал чистоплюю объясню потому что каждый раз когда становится вопрос где нужно проявить но хоть немножечко какой-то твердости какой-то жесткости у нас этого не хватает понимаете смотрите ведь демократы же тоже боятся за свои кресла правильно если судить вашей логике демократы должны себя вести также как республиканцы потому что они тоже боятся за свои кресла но дело в том что демократы идут ва-банк по каждому самому малому вопросу ва-банк а мы работаем как говорится издалека в белых перчатках чтобы не дай бог не запачкаться и не обжечься вот чем дело идти и тема прошу прощения боятся за свои кресла идите но то как делаются дела это абсолютно огромное различие между тем как это делают демократы как это делают республиканцы опять же я не говорю я не оборот просто я буду стараться может быть как-то в дальнейшем я не знаю ну как-то все-таки поменять состав республиканских представителей которые все-таки может быть начнут представлять нас может быть я немножко не так к этому отношусь но тем не менее очень бы хотелось видеть свою страну все-таки счастливой все-таки уважаемой и все-таки безопасной дорогие друзья спасибо вам огромное еще раз за ваше участие за то что вы были с нами и обязательно услышимся в следующий раз будьте здоровы здоровы